МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! В эфире нашего телеканала программа Калейдоскоп. И сегодня мы решили прогуляться по парку, а заодно рассказать вам обо всем самым интересном, что произошло в нашем городе за минувшую неделю. Марина, мы с тобой часто снимаем различные выставки. А ты когда-нибудь замечала, что один и тот же выставочный зал выглядит абсолютно по-разному, в зависимости от того, какая экспозиция нам представлена? Да, и знаешь ли, мне всегда хотелось побывать, поприсутствовать в зале в тот самый момент, когда происходит смена вот этих образов. Момент действительно удивительный, и нашей съемочной группе повезло его лицезреть. В небольшом выставочном зале арт-салона «Палитра» кипит работа. С его стен постепенно исчезают удивительные яркие детские картины, сделанные из пластилина, а на их месте появляются уже более серьезные работы. Правда, принадлежат они не маститам художникам, а студенткам высшей школы народных искусств. Мне кажется, это интересно, очень полезно. Нужно же как-то показывать то, что мы делаем. И наш институт к тому же существует не так давно. Поэтому нужно рассказать людям, что у нас в Рязани есть. Люди, которые занимаются декоративно-прикладным искусством. Высшая школа народных искусств была открыта в нашем городе всего лишь три года назад. При ней существует колледж и институт, где обучают декоративно-прикладному искусству, а именно вышивки, кружеву, ювелирному делу и батику. Александра и Наталья специализируются на вышивке и кружевоплетении, так что здесь можно будет увидеть и воздушные салфетки, и вышитые полотенца. Но не в полном объеме. Все-таки этот экспозиционный зал не рассчитан на выставки прикладных работ. У нас, к сожалению, сложно экспонировать прикладные вещи. То есть вот сейчас девушки показали салфеточки. Причем это же традиционные русские промысла. То есть плетение – это же не крючком вязаная салфеточка, это на коклюшках вышивка, узоры традиционные. Часть работ, которые можно экспонировать так же, как картины, здесь будут представлены именно декоративно-прикладные. Михаил Антонов, хозяин арт-салона «Палитра», не только предоставляет молодым талантам свой выставочный зал, но и помогает им в выборе работ и создании единой экспозиции. Ведь на самом деле это довольно сложный процесс, с которым и профессиональным художникам не всегда получается справиться. Я на самом деле не авторитет в формировании экспозиции. Просто спонтанно, стихийно сложилось в свое время вообще сам салон и галерея и просто уже четырехлетний опыт формирования экспозиции. Для меня было удивительно. Не все художники, пишущие замечательные работы, не все художники умеют органично делать экспозицию. Ну, я не знаю, почему так. В целом экспозиция, правило-то одно единственное. Она должна восприниматься как цельное, единое пространство. Ну вот, работа над выставкой окончена, и настал черед ее открытия. Несмотря на специализацию девушек на кружевоплетении и вышивке, в основном здесь оказалась представлена живопись. Ведь без знания ее основ невозможен ни один вид художественного творчества. Мне кажется, это неразрывно связанные вещи, потому что ты не можешь сплести кружево, когда ты не можешь его нарисовать. То есть мы же сами придумываем и узоры, и сколки, и по нашим же эскизам мы делаем работу уже. То есть мы не берем какие-то чьи-то работы, а делаем свои, авторские, поэтому они получаются у нас. Вот, а живопись мне очень нравится заниматься, и в дальнейшем хотелось бы тоже ей заниматься. И вообще это, мне кажется, отдых для души. Организаторы отметили, что на выставке царит атмосфера творческого поиска, ведь Александра и Наталья только-только начинают свой путь, ведущий в мир искусства. Но в том, что их ждет успех, не сомневаются даже именитые художники. Марина, а ты заметила, что это лето какое-то более динамичное, чем прошлое? Несмотря на то, что сезон отпусков и вообще лето сезон мертвый, все равно культурные заведения продолжают нас радовать своей активной деятельностью. Да, и в связи с этим предлагаем нашим телезрителям посмотреть на еще одну выставку, которая открылась в художественном музее. Вновь в залах Рязанского художественного музея царит таинственная атмосфера Востока. Более 50 полотен известного московского художника, подобно нотам, объединяются в единую восточную мелодию. Именно такое название носит очередная выставка Анны Мухаммеда Зарипова. С именем этого художника и коллекционера рязанцы уже знакомы. Три года назад здесь же, в стенах художественного музея, прошла выставка «Анна Мухаммед Зарипов в искусстве 21 века» или «Зарипов в кругу друзей». На ней была представлена часть коллекции художника, включающая в себя его портреты, выполненные его же учениками и друзьями, а также автопортреты. С тех пор рязанцы запомнили московского мастера восточных кровей, но он, как выяснилось, полюбил Рязань. Я в очень многих музеях показываюсь, и за рубежом, и так далее. Одни из последних, русский музей было. Но вот, как ни странно, Рязанский музей каким-то самым родным не остается. Анна Мухаммед Зарипов родился в туркменском ауле близ руин Древнего Мерва, крупнейшего города античного Парфянского царства, через который столетиями проходил Великий Шелковый путь. Яркие впечатления детства сформировали его художественные мироощущения и впоследствии явились главным источником вдохновения. И хотя художник на протяжении долгого времени не был на родине, ее образ продолжает жить не только в его сердце, но и на его полотнах. Искусствоведы говорят, что своеобразие искусства Зарипова заключается в тесном переплетении гармонии восточной и западной культур. Сам же автор считает, что ему повезло, ведь жизнь подарила возможность соприкоснуться с двумя разными мирами и соединить их в своих работах. Понимаете, я вырос все время в древнем глуши, в Ауле, в Туркмении. Я, конечно, ни русского языка не знал тогда, ни что такое русский. Ну, мы знали, что жили русские, но это, знаете, вот сейчас это газодобывающие места, где в Туркмении пустынь мы выросли. Вместе с прибыли люди. Нас в семье 10 человек, вы представляете? И, конечно, беднота, мы пасли коровок, за верблюдами бегали, и все такое, и все такое. И потом вот мне как-то посчастливилось вот так вот на учебу попасть в Пашхабадское художественное училище. Потом я закончил с отличием. И в Авгир, Всесоюзный государственный институт кинематографии, на художественный факультет. Просто мне по жизни повезло, понимаете? Вот, поэтому вот это... А здесь я чувствую продолжение вот этой любви, связь с Россией и Туркмени. А я очень люблю показывать контраст туркменской вещи, потому что, понимаете, все все равно чувствуют, что это с любовью сделано. Автор привык работать с цветом, и именно благодаря оригинальным цветовым решениям каждая его картина обладает особой атмосферой, погружаясь в которую, зритель может прочувствовать невероятную палитру эмоций – от светлой грусти до бурной радости. Мне кажется, что они, во-первых, очень позитивные, радостные. Вот, это идет, в общем-то, еще из его таких восточных корней. Несмотря на то, что достаточно трудно у человека было детство, достаточно бедный, послевоенный, но тем не менее, это, видимо, такая вот уже натура у него оптимистичная. Он всегда внушает оптимизм, и его работы тоже. На открытие выставки вместе с Анну Мухаммедом Зариповым приехали и его ученики, чтобы поддержать своего учителя и выразить свою благодарность. Ведь, по их словам, обучение у мастера заставляет им только удовольствие. У Анны Мухаммеда, на самом деле, какой-то свой удивительный стиль обучения. Он ничего общего не имеет с традиционным обучением рисованию. Когда приходят, поставят там какой-то предмет и показывают, как вот его надо классически рисовать. Потому что при такой системе обучения работы получаются почти одинаковые. Потому что всех вот учат, вот это надо видеть так. У Анны Мухаммеда совершенно другой подход. Он создает в своей мастерской некую атмосферу. Вот атмосферу какой-то вот такой энергии творчества, энергии созидания. Выставка Анны Мухаммеда Зарипова будет работать в Рязанском художественном музее до 15 сентября. Так что спешите окунуться в эту неповторимую атмосферу Востока. Знаешь, у меня такое чувство, что июль забыл, что он июль. Ему кажется, что он сентябрь. Мне ему, правда, холодно. Зябко, да. И в такую погоду особенно хочется куда-то к теплым берегам. Например, в Доминиканскую республику на песочек. Кстати, совсем недавно оттуда приехала достаточно известная в нашем городе фотограф. И вот она согласилась поделиться с нами своими солнечными впечатлениями. Кусочек жаркой далекой Доминиканы в одном из самых необычных, по крайней мере, для Рязани мест в антикафе Джой. Изначально интерес у нас вызвало само заведение. Хотя в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург антикафе явление уже привычное. В нашем городе не каждый знает, что это такое и по каким правилам работают подобные заведения. А правила довольно просты. Вы не платите денег за еду, которой тут, впрочем, и нет. Но можете принести что-то с собой или же абсолютно бесплатно выпить чай, кофе, закусив сладостями. Пообщаться с друзьями, поиграть в какую-нибудь игру. Единственное, за что вам придется заплатить, это за время пребывания здесь. Еще одна особенность. В антикафе запрещено курить и распивать алкоголь. Но, можете быть уверены, здесь вы точно найдете, чем себя занять. У нас есть постоянно периодические такие мероприятия. Например, по вторникам у нас клуб английского языка, где каждый желающий может прийти и потренировать свои навыки английского. При этом, я считаю, что это самое дешевое обладение английским языком. Я думаю, что очень полезно было бы узнать многим в живущем городе. Затем у нас проводятся игры в мафию каждую пятницу или субботу и танцы бачата. Также у нас раз в две-три недели проходят выставки художников или фотографов. И вообще, в принципе, очень много различных мероприятий и мастер-классов. Кстати, сейчас здесь готовятся к открытию одного из таких мероприятий – выставки самой Камилы Измайловой «240 дней Доминиканы». Это своеобразные фото и видеоотчеты о восьми месяцах, проведенных в этой прекрасной стране. И хотя Камила там не отдыхала, а трудилась, причем иногда без выходных, фотографировала она, похоже, не переставая. Хотя в ее случае одно другого не исключает, она же фотограф. В основном на ее работах представлены невероятные пейзажи этой сказочной страны. Но этим Камила не ограничилась. Еще тут есть и немножко какого-то быта людей, да, потому что, как бы, те туристы, которые приезжают, они только видят отель, пляж, а людей, многие боятся еще. Вы представляете, как приезжаешь в Доминикану, и гиды первым очередем говорят – не выходите из отеля, вас тут убьют, растерзают. На самом деле все очень спокойно, но доминиканцы – это милейшие люди, добрейшие, всегда улыбающиеся и так далее. И вот я пыталась это показать. Не только красота этой страны, но и люди поразили Камилу. С ее точки зрения, каждому из нас стоило бы у них поучиться, умение радоваться каждому дню. Это страна, где нет достатка, где люди получают достаточно маленькие деньги, по сравнению с Рязанскими, еще меньше получают. То есть, средний заработок смотреть. И при этом они счастливы, всегда улыбаются, у них все хорошо. Они никуда не торопятся, они не психуют. Когда ты едешь и не можешь там проехать, они говорят – аж куда ты торопишься, зачем? Все же, скажем, небо, солнце, песок, море, что тебе еще надо? Камила призналась, что после 8 месяцев, проведенных в работе на юге Доминиканы, она готова была без сожаления уехать оттуда. Но все изменили последние 4 дня ее пребывания в этой стране, проведенные на севере. На севере очень интересная природа и очень активный образ жизни. Потому что там основные… Ну, допустим, вообще Доминикану окружает Карибское море и Атлантический океан. А так вот, на севере океан, он более буйный, там много волн, там много серферов, кайтеров. И невероятные, в общем, местности, когда и горы, и океан бушующий, и песок. Просто совсем другое ощущение от Доминиканы. И, в общем, мы вот об этом хотели рассказать, что на самом деле Доминикана не на юге, на юге – курорт. А вот на севере – дух Доминиканы, душа Доминиканы. Путешествие по миру – это не только яркие впечатления и медный загар, но и неповторимый опыт, который порой может изменить всю нашу жизнь. Работы Камилы Измайловой заставляют задуматься об этом. А еще они просто излучают позитив, пробуждая желание жить, путешествовать и менять свое представление о мире, людях и о себе. Ну что ж, а на этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи. Эксклюзивно. Только в салоне красоты Византия. Биозавивка и долговременное выпрямление волос ProShape от Italy Hair Fashion. Ультрамодная гладкость или дивные локоны. Теперь выбираешь ты. Салон красоты Византия. Площадь Политаева. Торговый центр «Кристалл». Второй этаж. Телефон 99-26-92. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова